С Верой в спорт Это 7 марта Поэтому сразу же, Катя, вас с наступающим праздником С Международным женским днем Новых вам побед, успехов Оставаться такой же прекрасной, яркой, чаровательной девушкой Спасибо большое Да, спасибо И давайте для начала Ваши впечатления, свежие, яркие впечатления О мероприятии, которое произошло В темно-минувшие выходные Да, я согласна, у нас Буквально 3 дня назад Закончился самый важный этап этого сезона Самый заключительный, самый финальный И Впечатления, на самом деле, очень яркие Так как мы очень ждали этого этапа Потому что Киров не принимал В течение трех лет Последних трех лет такое мероприятие И, наверное Наши подготовщики Отдали очень много сил, чтобы Снова Очень большая организационная работа Очень рады, что здесь Все так сложилось Что все приехали Все спортсмены 22 страны 110 ледолазов Да, из 22 стран всего мира Последние три дня В течение Три дня этих соревнований были очень насыщенными Было очень много Зрителей Была очень большая публика Очень приветливая публика Которая Очень сильно нас поддерживала А поддерживали своих? То есть кировчан, русских или вообще всех? Наверное Ну чувствовалось, конечно, наверное Больше, что поддерживают нашу сборную Потому что Мне кажется, болельщики Которые действительно болеют за ледолазание Приходят на наши старты очень часто И уже, наверное, отмечают для себя Каких-то российских ледолазов Которые они постоянно выступают И я думаю Я помню, где-то в начале 2000-х Когда у нас тоже проводилась УДК жизни дорожников Этапы Для нас это была такая Замечательная возможность Прийти и пообщаться с иностранцами На родном их языке Это была прекрасная языковая практика И очень интересная И такие все они отзывчивые спортсмены-ледолазы Такие все приятные общения Очень улыбчивые Очень жизнерадостные На самом деле Иностранные спортсмены Насколько мне известно Им всегда очень нравится этап в России Потому что Да, они Очень ждут этой поездки Им очень интересно Проехать от Москвы до Кирова На этом поезде На ночном Потом погулять по маленькому городу Не по Москве Не по столице А по провинции Где-то в глубинке России И на самом деле Как и российские ледолазы Так и иностранные Отмечают Что уровень подготовки Как на трудности Так и на скорости Очень высокий И я даже слышала Комментарии От ребят из Финляндии То, что Соревнования на скорость Вот именно Качество трассы Одно Пожалуй Было одно из самых лучших Что когда он либо видел Вообще За свою карьеру Здесь Кировин Ночью сосульки Да, да, да Он настолько был впечатлен Что он говорит Я На самом деле Этот спортсмен не выступал Никогда на скорости Им было просто неинтересно Наверное Просто То есть он занимался Трудностью Да, он занимался Только трудностью Сейчас он посмотрел Насколько заряжены Спортсмены На этот Ну как На прохождение На эту дисциплину И он сказал Что в следующем году Хотел бы приехать Даже на сборы И начать с русскими Спортсменами Тренироваться И тоже выступать В скорости Потому что он Просто Он восхищен Ну Про подготовку трассы Давайте мы с вами Еще попозже поговорим Конечно А сейчас давайте Упомянем о том Что было Перед Кировом Четыре Если не ошибаюсь Этапа Это Швейцария Италия Китай Республика Корея Вы там везде были Прекрасные результаты Показали Расскажите пожалуйста Уровень организации В тех странах Как там принимают Как там относятся К ледолазанию Потому что страны Находятся Несколько южнее Чем Киров Да Как все организовано В этих странах Я бы сказала Что во всех странах С каждым годом Условия становятся Все лучше и лучше Появляется все больше И больше спортсменов И организационная работа Тоже возрастает Потому что Появляется Как получается Спрос на этот вид спорта И С каждым годом Уровень трассы На трудность То есть уровень Конкуренции растет Трассы усложняются Что касается скорости Спортсмены начинают Показывать Лучшие и лучшие времена То есть нужно Предоставлять более Наверное Такие серьезные условия И Я бы сказала Что отношения Во всех странах Везде Очень теплые отношения И Каждая страна На самом деле Очень по-своему Отличается Друг Какие-то Свои особенности есть А в целом Везде Везде Очень понравилось Наверное Даже не могу Выделить какую-то одну Потому что Везде было По-своему хорошо По-своему холодно Либо тепло И Рада Что Удалось Поучаствовать Во всех этапах Кубка мира Потому что Это Такая своеобразная Другая жизнь У нас начинается Очень насыщенная Просто Эмоции Захлестывают Потому что Сначала мы В один день Мы здесь Через три дня Мы переезжаем Постоянные перелеты Переезды Конечно Это тоже Очень Эмоционально Тяжело Это был Ваш Первый Кубок Мира Все этапы Прошли Нет Я Ездила уже На пять этапов То есть Пять лет Я уже выступаю И Наверное Этот сезон Немножко Могу Выделить Потому что Он у меня Был такой Внутренний Для меня Немножко Особенный Потому что Я дала Очень много сил В предсезоне Очень были Серьезные тренировки Очень много Времени Потратили С моей Командой С моими Тренерами Очень важный Очень важный Этап Расскажите Пожалуйста Как принимают Болельщики Российских Спортсменов Других стран Очень теплая Публика У нас Очень приветливые Зрители Когда Проходили Соревнования На скорость Было Я не знаю Я не могу Посчитать Даже сколько Людей Было Просто толпы Которые Были Постоянные Крики Поддержку Спортсменов Это такое Состояние Как будто Как во сне Я даже не могу Описать Очень чувствовалась Поддержка Людей Была просто Тьма Которые За всех Не выделяли Кого-то Российская Публика Болела Одинаково За всех Как из-за наших Так и из-за Иностранных Спортсменов Потому что Они приехали Так издалека Очень многие Спортсмены Были из Кореи Которые Начали выступать Прилетели С другой Точки Мира Из Америки Из Канады И вот все мы сейчас Собрались на трамплине Всем было Очень здорово А на предшествующих этапах То есть Иностранная публика В тех странах Как реагирует Мне кажется Даже что В других странах Публика Не так Ярко Поддерживала Нас Не так Сильно За нас болела А у вообще Всех спортсменов Нет вообще В целом Да То есть Иностранная публика Она более сдержанная Я бы сказала так Да Россияне Более эмоционально Реагируют На победы Поражения На срывы На какие-то Рекорды На скорость Это Интересно Это Вам Как спортсмену Придает сил Или наоборот Это отвлекает Мне это придает сил Как спортсмену Если поддерживают Да То есть это не отвлекает Это вот именно стимулирует К победе Какой-то драйв появляется Хочется Еще улучшиться Хочется показать Лучшее время Хочется Быстрее пробежать Хочется Просто поставить Какой-то рекорд Наверное Даже Катя А как вы вообще Пришли в ледолазание С чего все началось В вашей жизни Вы знаете Мне было на тот момент 12 лет И До этого Я Я занималась Легкой атлетикой Какое-то время Но не совсем Наверное Наверное Не чувствовала Что это совсем Точно мое И в один прекрасный момент Я просто смотрела новости Просто по телевизору Показывали Новости И у нас в Кирове Проходил этап Кубка России По скалолазанию Я понимаю Что Вот мне нужно туда Мы с мамой Позвонили На следующий же день Тренеру И буквально На следующей неделе Я уже Посетила Пришла первый раз На тренировку К своему первому тренеру И знаете Я наверное Сейчас вот только понимаю Я отдала Этому виду спорта Ровно половину Своей жизни Здорово Пока половину А дальше-то больше будет? Я думаю Будет больше А от скалолазания К ледолазанию Как перешли? Скалолазанием На самом деле Я занимаюсь И по сей день То есть В предсезонье В межсезонье Я всегда лазаю руками То есть Без скалолазания Мне кажется Без скалолазной подготовки Очень сложно было бы Что-либо показать В ледолазании Потому что В любом случае То есть Это такая основа Да Это очень важная основа Которая ставит тебе И технику И физическую форму Дает И выносливость Скалолазание Как перешла Наверное Просто Так как Киров Очень такая Известная точка мира В ледолазном Точка Для проведения Этапов Кубка мира Мне кажется Все наши скалолазы Рано или поздно Пробуют себя на льду Да И потом уже Начинают Принимать Какие Ну Принимать участие В таких стартах Как чемпионат России Кубок России А потом уже По восходящей Сборной России И выезды На этапы Кубка мира У нас сейчас Как раз В городе Кирове Подрастает Новое поколение Которое Ребята Двое молодых мальчиков Им 17-18 лет Как раз На этом чемпионате мира На этом чемпионате Европы Они Попали в призы Первое-второе место Ничего себе Новое поколение Растет Очень сильные Ребята Ездили Молодежная сборная В этом году Намного больше Чем в предыдущие года В этом году У них выступали На чемпионате Европы В Лихтенштейне На юношеском чемпионате Европы Вот И Достойная смена Я считаю Растет Ну как раз Возвращаясь к разговору О том Что вы упомянули Что ледолазы Не очень активно развиваются Как в России Так и в других странах Как вы считаете С чем это может быть связано Почему Ледолазы Не развиваются Потому что Другие виды спорта Олимпийские По крайней мере Понятно почему Мы видим На телевидении Мы видим победы Спортсменов Наших стран Других стран И конечно же Молодежи Ребятам Молодым Хочется тянуться за ними Хочется тоже Стать спортсменами Добиваться каких-то результатов Получать награды А ледолазы Нет Ну не олимпийский Ведь спорт А пока 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 Да Что стимулирует Ребят идти туда На самом деле Мне кажется Это какой-то Своеобразный Драйв Экстрим Это Это то чего не хватает Наверное С временем Молодежи Чтобы пощекотать нервы Да Это именно такое Острое ощущение Которых не хватает В повседневной жизни То есть Это Кому-то нужно Не знаю Может быть Прыгнуть с парашютом Чтобы Такие острые ощущения Получить А мы это Получаем От этого вида спорта Потому что Мы точно так же Поднимаемся Ну как Конструкция На трудность Когда еще Со свистающими элементами Это на самом деле Когда ты падаешь Когда лезешь По потолку Это очень острое ощущение Мне кажется Это нужно быть Таким Любителем Пощекотать себе нервы Чтобы этим видом спорта Заниматься И Ребята идут На самом деле Молодым ребятам Очень нравится Это здорово А где вы занимались Скалолазанием Потом ледолазанием Кто был Тренером вашим Я занималась У Шабалина И Ольги Ивановны И у Толокониной Марии Павловны В ДК Металлургов У нас Там находится Очень хороший Скалодром Да Слышали Знаем Вот Очень хорошие условия Для подготовки К ледолазному сезоню В межсезонье А ледолазание Тоже они Ледолазание Тоже они На трамплине Спорткомплекс Трамплин Мы уже упомянули о том Что есть два вида Тренировок Два вида соревнований Это на трудности На скорость Две дисциплины Прошу прощения В чем разница Я думаю Что понятно Та которая на трудности Это Мы уже упомянули Сложные элементы Это По потолку Перемещение На скорость Это Я так понимаю Что более прямая Динамичная Динамичная Но по прямой По сути Да Да Конструкция На скорость Отличается тем Что Задача спортсменов То есть преодолеть Две трассы На перегонки Это 15 метровая Ледовая стенка С Ровным льдом На самом деле Во всех странах Лед отличается Так Где-то Где-то Он такими Как сказать Буграми Полками Где-то он С Своебразным Наклоном Разный рельеф Везде В Кирове Лед более прямой Он такой Называется Скоростной Лед Где можно Показывать Где можно Ставить новые Рекорды То есть Наш Кировский Лед Это Лед для Рекордов Наш Кировский Лед Это Лед для Рекордов Совершенно Верно То есть Он гораздо Удобнее Насколько Я понимаю Для прохождения Дистанции Да Именно так А тут что С буграми Эти заграничные Лед Это Там просто Нужна немножко Другая техника Немножко Ты по-другому Располагаешься Нужно читать Рельеф Нужно уметь Читать рельеф И Постараться Показать Лучшее время Там Вы предварительно Нас раз И знакомитесь Насколько я понимаю Это предварительное Прохождение Да У нас есть Тренировочные Забеги Везде То есть Сначала Спортсмен Приходит Мы в стартовом Порядке Проходим Просто Тренировку И потом Начинаются Квалификационные Старты Расскажите Пожалуйста Еще про Нашу Кировскую Конструкцию Если кто не знает Наверняка Вы в курсе Как она была Создана Почему она Создана Именно там У трамплина Напомню Она находится И еще Немножечко Дистанции На трудность Расскажите Потому что Это сложно Представить Как прорабатывается Вот именно Эта траектория Кто ее выбирает И вы упомянули Еще о том Что Спортсмен из Финляндии Если не ошибаюсь Указал Что наша дистанция На скорость Самая Самая лучшая Самая интересная Это именно От качества льда Зависит? Да Это зависит Также от качества Льда И От Высоты И И от рельефа Который у нас Имеется Он самый Скоростной Наша конструкция Сколько высотой Составляет? 15 метров 15 метров То есть Это идеальная Да Это самая оптимальная А почему тогда Европейским странам Китаю Кореи Не сделать Такую же сосудку Чтобы у них тоже Было качественно Так же Как у нас У них В Корее В Китае Тоже Очень неплохие Ледовые стенки Просто у них Находится Просто у них Другое качество льда У них более Лед зависит От температуры Которой Окружающей Да Окружающей среды В Китае и Корее Было очень холодно До минус 20 И поэтому Лед был очень сильно Перемороженный Поэтому Лед был очень Колкий Можно Отколоть линзу Очень можно Он очень был хрупкий Можно было легко сорваться А в Кирове Качество льда Намного лучше Потому что Наши подготовщики Уделяют этому Должное внимание По поводу Трудности Наша Конструкция Она трудность Одна из самых Высоких в мире У нас Очень находится Много Подвесных элементов Много рельефов Много Бочек Ледовых Много Каких-то Подвесных Элементов Которые То есть Спортсмены Должны преодолевать Например Как кубики На потолке С одного На другой Нужно Аккуратно Переходить Чтобы Не сорваться Случайно Там еще страшно Очень наверху Потому что Это Больше 20 метров Высота Чувство страха Наверное Притупляется Со временем На самом деле Да Это все Тренируется Поначалу Конечно Это очень Так Захватывает Дух Но потом С каждой Тренировкой Привыкаешь Наверное Больше Наверное Смотришь На это И думаешь Я хочу Так же Я хочу Суметь Это именно Так Да Потому что Среди болельщиков Я Просто подходили Ко мне Люди Спрашивали Можно ли нам Попробовать А когда Можно попробовать Потому что Они смотрят Они восхищаются То есть Спортсменами Которые Лезут по этой трассе Не боятся сорваться Просто борются Самой с собой Сами с собой Скажите В этапах На скорость Какой лучше Проходить Первый Или Где-нибудь В числе последних Я имею в виду По стартам Учитывая Что Вот вы сказали Что Иногда Лед Может быть Чуточку изменен То есть Рельеф изменится Да Мне кажется Что Лучше всего Быть в числе Последних Участников Так как Ну как По стартовому Листу Если смотреть Потому что С каждым Участником Набиваются Больше дырок Ага То есть удобнее Уже цепляться Да Становится Немножко удобнее Но вы Получается На стартовке Не влияете Никаким образом Нет Это решают Судьи Да Мы не можем На это Повлиять На стартовый Порядок Участников То есть Мы приходим Смотрим Свой стартовый Лист И уже Согласно Листу Подготовка Ваша Как проходит К соревнованиям И какие-то Повседневные Тренировки Что они в себя Включают Наша подготовка Начинается Еще с лета Как я уже говорила В межсезонье Я занимаюсь Скалолазанием То есть Я бегаю Скорость В скалолазании Чтобы не забывать Этот скоростной навык Постоянно 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 Бегаю скорость Из упражнений Я занимаюсь В тренажерном зале У меня силовые тренировки У меня функциональные тренировки Три раза в неделю У меня У меня План есть В блокноте Все прописано На каждый день На каждую неделю Кроме этого Я плаваю И бегаю ногами Когда Это примерно Летом Я занимаюсь Осенью Уже начинается Непосредственная подготовка Совсем подготовка Ко льду То есть Ребята накручивают Деревянные планки Которые Имитируют Движение В скорости На льду То есть Это планки С расстоянием 60 сантиметров И мы Начинаем уже Бегать В кошках С фифами По планкам Так Кошки знаю То что на ботинке Цепляется А фифы Фифы Это у нас Инструменты С которыми Мы лазаем Да Это острые То что в руках держите Да Это именно оно В течение месяца Мы примерно Бегаем По планкам Поднимаем Свой функциональный уровень Потому что На лед Нужно выходить Подготовленным Да Осенью Конечно же Тоже очень много Уфп Много Сфп Бег Плаваю Точно так же Но уже Немножко поменьше По сравнению С тем Что я делала Летом И примерно В середине Ноября У нас появляется Лед И тут Начинается Это наш Ледолазный На время Бегаем И готовимся Уже к стартам Которые начинаются Уже в декабре У нас Кубки России Первые Потом Кубки мира В январе То есть Мероприятия Проходят Довольно Насыщенно Пока Лед есть Пока не растает Мероприятия Наши Приходят Соревнования В декабре Это Практически Каждые выходные То есть У нас сначала Был старт В Кирове В начале декабря В следующих выходных Мы были В Екатеринбурге Потом мы поехали В Лужники В середине декабря То есть Каждые выходные Мы переезжали Разные Погодные условия Везде Очень тоже Влияет На состояние Спортсмена Небольшой Был перерыв Между российскими Стартами И международными То есть Буквально Две-три Недельки И мы уехали В наш Ледолазный Тур На целый Месяц Это было Четыре Этапа Кубка мира И Четыре Новые страны Очень насыщенно Очень Очень Был эмоциональный Сезон Очень мы вымыты На самом деле Хочется Уже Отдыхать Наверняка Тем Ребятам Которые только Начинают Свои продвижения В спорте Интересно Выезды За границу Это очень здорово Это прекрасный опыт Для спортсмена Для его Квалификации Есть ли Возможность Время Выделяется ли Посмотреть Достопримечательности Пообщаться С людьми С местными Жителями Или Только все Тренировки Только соревнования Никуда Не выходим За пределы Площадки На самом деле Мы находим Время на все Мы успеваем И погулять По городам Успеваем Попробовать Какую-то местную Кухню Но Мы не забываем На самом деле Про тренировки То есть Нужно Умеренно Распределять Свой день Между стартами У нас буквально Три-четыре дня Один Полтора дня Мы выделяем На осмотр Достопримечательностей Какие-то Погулки Музей Магазины Замечательно Да Потом уже Начинаем готовиться К новому этапу К новым соревнованиям Какие-то Пробежки Легкие тренировки Потому что Между стартами Мы Так интенсивно Не тренируемся Как осенью И летом Просто поддерживаем Форму То есть Какие-то Легкие Совсем Легкие Упражнения Легкий бег Пробежки Чтобы постоянно Тело было в тонусе И не забывало Зачем мы вообще Приехали на старт Прекрасный слоган Хочешь увидеть мир Иди в большой спорт Да Да Мне кажется Так оно и есть Прекрасная возможность Поездить По интересным странам Городам Катя Что касается Режима вашего дня Питания Как-то В любом случае Есть ограничения Да В чем они заключаются Для вашего вида спорта Для моей Наверное Дисциплины Конкретно Это скорость Мне кажется Я Очень сильно Избегаю Жирной пищи Избегаю Наверное Да Жирной пищи Это больше Самое главное Потому что Очень тяжело Бегать за 9-10 секунд На сосульке Когда Предварительно Поев что-то жирное Очень Тяжело Стараюсь Поменьше Есть сладкого И мучного А так В принципе Не отказываюсь Себе Ну как В мясных Например Я не знаю Изделия Кушаю Все Просто Поменьше Сладкого И мучного И жирного Режим Дня Режим Дня У меня Мы тренируемся Всегда в первую половину Дня То есть мы С 8 Уже находимся На конструкции И с 8 До 12 Всегда мы На тренировке И потом Занимаемся Какими-то Своими делами То есть Всегда Стараемся С утра Чтобы Как Чтобы этот режим У нас уже был Такой Выработанный Ледолазание Дорогой вид спорта? По сравнению Со скалолазанием Наверное Да Так как У нас Дорогое снаряжение У нас Дорогие инструменты Дорогие Ботинки А в скалолазании Нужно Немножко Поменьше Иметь снаряжение Например У них скальники Только Мешочек Для магнезии А у нас И обувь И ледовые инструменты И фифы И каски Да Мы уже Помянули о том Что ледолазание Относится к Олимпийским видам спорта Как вы считаете Войдет ли Все-таки В число Олимпийских видов спорта Если да То когда И Что это даст Ледолазанию? Что это даст Вам Как спортсменам? Мне кажется Что Мы очень Все надеемся Мы очень Все Очень Очень Хочем Чтобы ледолазание Вышло на новый уровень То есть Чтобы мы попали В олимпийскую семью Может быть Это войдет Через Один олимпийский Цикл То есть Не в 22 Году А в 26 Очень на это Надеемся И делаем Все Что в наших силах Ледолазание Это даст Во-первых Мы выйдем На совершенно На другой уровень Я уверена Что Как только Ледолазание Станет Олимпийским Количество Участников Возрастет В несколько раз Потому что Внимание К виду спорта Возрастет Этот вид спорта Будут узнавать везде Потому что Сейчас Это не так сильно Популярно Как Например Как хоккей Футбол То есть Люди не так Но вместе с тем Вы сказали Что появится Большее количество Спортсменов Но это же вам Конкуренция Это да Это нам тоже Конкуренция Но это нам Стимул Чтобы Чтобы мы не забывали Что нужно всегда Работать Тренироваться Серьезно А какое будущее Ждет ледолазание Здесь В Кирове И в России Как считаете С каждым годом Ледолазание Все сильнее Развивается Этапы Кубка России Появляются В новых городах То есть В этом году Неплохой этап Прошел В городе Томске Появились Серьезные Спортсмены Из Кемерово Из Кемеровской области И Я думаю Что Через Может быть Пару лет У них начнут Проводить Какие-то Важные Старты То есть Развивается А здесь Кирове Останется За нами Вот этот Статус Столицы Да Конечно Киров Воспитывает Как я уже Сказала раньше Очень-очень Много Молодых Спортсменов Которые Не просто Несколько Спортсменов Хорошо выступают А они Все Хорошо выступают Они все Очень сильные Они растут И через Два-три Годика Нам будет Очень большая Конкуренция Я считаю Также Киров Принимает Уже Три-четыре Года Международные Лагеря Для иностранных Спортсменов То есть в ноябре Всегда приезжают Команда Ирана Команда из Швейцарии Из Франции Были спортсмены Из Индии Из Сербии Очень сложно Представить Как в Иране И в Индии Можно заниматься Ледолазами Они это Имитируют На искусственных Конструкциях А как только Осень Они сразу же Северные страны Да Все едут к нам Потому что Все иностранные Спортсмены Знают Что если Хотят выступать На уровне С русскими Нужно ехать На какую-то Предварительную подготовку Нужно ехать в Киров Да Едут к нам Как они себя показывают В этом году Один спортсмен из Ирана Он занял первое место На Кубке Мира В Италии И он уже Три года к нам Ездит на сбор В какой дисциплине В трудности А это очень Очень сложная Очень большая работа Это первый спортсмен Из их сборной Который когда-либо Был на подиуме И сразу на первом месте Вот сейчас за ним потянутся И ждите конкуренции Из Ирана Мы уже Для себя уже отмечаем Еще и других спортсменов Из Ирана Которые тоже Уже выходят На очень высокий уровень В следующий год Через два года Будет очень серьезная Конкуренция Они все ездят На две На три недели К нам И да Очень нравится Стоит упомянуть Сказать Что Ледолазание На самом деле Очень стратегически Обоснованные Ведь спорта Что Это не Бездумное Просто лазание Нет Совсем нет А что это? Это стратегия Стратегия? Да Что касается Например Скорости Парных гонок Это Это не просто Нужно Быстро залезть И как вот это Может казаться Со стороны Это именно Стратегия То есть Это такая Игра нервов То есть Нужно Включить голову Нужно Нужно Точнее Не выключать голову Нужно Держать голову Холодной Все время Чтобы Нужно уметь Читать соперника То есть Нужно Вырабатывать стратегию То есть То есть Где-то он может быть Специально притормозил Да Чтобы потом рвануть вперед Да То есть Например Можно Можно бездумно Лезть быстро А потом сорваться Под самым финишем А второй спортивен Просто спокойненько Пройдет Прошагает И он Выиграет этот раунд Поэтому нужно Тактика важна Тактика важна Очень важна И в трудности Тоже очень тактика важна Нужно Вообще Не забывать Выключать Точнее Держать голову В рабочем состоянии Постоянно У нас осталась Последняя минута И мне очень хочется Помнить Что помимо того Что у Кати Потрясающее Достижение В ледолазании И это только начало Я уверена Кроме того Буквально вчера Кате Вы забрали Значок свой Да Расскажите пожалуйста Как он вам достался Прошлым летом Меня пригласили Принять участие В сдаче нормативов ГТО У меня было Восемь нормативов Которые я сдала Буквально за два дня И так получилось Что Это все На высший балл На золотой значок Да Вот Катя сейчас в руках Своих держит Этот значок Большое достижение Катя вас поздравляю Спасибо огромное Спасибо Ну и на этом Наверное мы закончим Спасибо большое Что пришли Новых вам достижений Спасибо Скоростных результатов Спасибо Всего хорошего Спасибо большое До свидания С верой в спорт Возрастное ограничение мероприятия 6 плюс